Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Светлана Ладисад. Вести из светелки. Сегодня опять про рассаду и черенки. А конкретнее, как поливать рассаду зимой. Разную рассаду. И у черенки укорененные, маточники и то, что у нас здесь растет. Я, честно говоря, думала, ну как поливать? Поливаем, как все и всегда. И какие здесь могут быть вопросы? Но вопросов много. Поступает один и тот же вопрос. Все гниет. Черенки гниют. Ничего не укореняется. Другие вопросы поступают, если вы черенкуете. А сейчас была серия роликов о том, как я черенкую. Допустим, питунью я показывала. О том, как у меня здесь все это происходит. Немножко рассказывала про свою зимнюю теплицу. И вот люди пишут, что а сколько раз нужно черенки поливать? А как часто вы их поливаете? Те, которые на укоренение? Ну и вот такие вопросы. И я поэтому думаю, ну каждому писать, честно говоря, трудно. Сделаю такой ролик. Видите, тема, оказывается, тоже злободневная. Потому что в поливе рассады зимой и, допустим, весной и летом, естественно, разница большая, да даже осенью. То есть в каждый период времени полив, но тоже есть какие-то нюансы. Я даже летом снимаю ролик про полив своих горшечных культур. Про питуньи, например, отдельный ролик снимаю. И про другие цветы, которые растут в кашпо. Потому что очень много людей не понимают, сколько нужно полить, например, такое растение. А сколько нужно полить? Такое растение или такое? Вот в чем разница, скажете вы? От чего это зависит? Это, дорогие друзья, вот в первую очередь, в первую очередь зависит от того, какой у вас грунт. Если грунт пушистый, легкий, ну, допустим, вообще на основе торфа, ведь некоторые выращивают чисто в торфяном субстрате. Торфяные субстраты есть с минеральными удобрениями, поэтому там даже и питания хватает, то, соответственно, этот очень легкий грунт и, естественно, быстрее испаряется вода, даже если растения примерно одинаковые. Или сколько грунта? Вот смотрите, такой стаканчик полностью или наполовину. Вот. Видите, какая разница, где быстрее, что испарится? То ли поменьше, то ли побольше. Ну и, естественно, если мы говорим, как, Светлана, вы поливаете? Вот посмотрите, какая разница. Вот это цветущее растение, а это черенок. Или вот такое растение, а это его черенок. Так как же я могу, дорогие друзья, вам написать, кого и как я поливаю? Это вот я сказала о грунте. У меня грунт свой. Я готовлю свой грунт на основе торф, в основе торф, земля и перегной. Все в равных пропорциях. То есть торфа, в принципе, одна треть. У меня грунт тяжеловатый. Я выношу в этом году мох, выношу перлит или вермикулит, но чаще перлит, для того, чтобы его разрыхлить. Но это все равно не торфяной субстрат, это все равно достаточно плотноватый, тяжелый грунт. И такой тяжелый грунт меньше испаряет влагу, чем легкие торфы. Поэтому мне мой грунт самодельный поливать надо пореже, чем торфяной субстрат. Я говорила о том, что вот такие грунты, как классман, да даже как и агробалт, многие люди не понимают, как ощутить, прощупать, полила ты растение или нет. То есть в стаканчике это вообще понять очень трудно. Такие грунты лучше пролить отдельно, ну в тазу, в ведре. То есть понять, когда он напитал влагу и потом в него там черенковать или пересаживать. Только тогда вы вот ощутите. А если в стаканчик насыпать, пролить, вы вообще не поймете. Ведь любая земля садовая, когда мы поливаем, она становится темнее, она даже как-то тяжелее. Там тоже тяжелее, но цвет, например, грунт классманы или эти грунты, когда вот так поливаешь, не видно, как меняют цвет. Так что от грунта зависит очень много. Теперь, как зависит, взрослое растение или черенок? Вот это уже черенок укоренившийся. Это уже растение с корневой системой. Грунт рыхлый, вот махнуло, с корневой системой. Ну, естественно, что в большие растения мы больше даем полива, чем в маленькие растения. И я всегда говорю всем. Вот если посмотреть, сейчас это фуксия. А тут, кстати, посмотрите, лабелия сама по себе растет. Фуксия сверху, ну, очень сухая. Естественно, просто хочется скорее ее наполивать. Но если я ее взяла в руки, я чувствую вес этого горшка. Значит, сверху, конечно, идет быстрое испарение и грунт подсыхает. А вот здесь еще сыро. И, например, как бывает, корневая система еще маленькая. Вот такая, например, не доросла до конца кашпо. Вода прошла, и здесь корнями ничего не выпито. И пока оно по порам поднимается вверх, то есть поливать намного реже. А если вы будете поливать, здесь происходит застой воды, даже если у вас есть сливное отверстие. И начинается подгнивание корневой системы. Почему сейчас у многих гниет рассада? Мне присылают фотографии ВКонтакте, мы разбираем ситуации. Потому что тяжелая земля и перелив. Две причины. Больше даже искать ничего не надо. Я даже вижу по цвету. Черные такие торфы, как правило, еще и кислые. Они более плотные, да еще со своей землей. А вот у меня, например, земля на участке тоже имеет кислотность такую повышенную. Такая слабокислый грунт. Еще торфику туда добавить, да? И получается грунт кисловатый. Он тяжеловатый. Мы его хорошо намочили. И еще как влияет температура окружающего воздуха. Конечно, если у вас дома жарко, а многие в квартирах или где-то в домах выращивают рассаду, то все-таки температура там 20 и до 25. Конечно, испарение будет быстрее. И тогда нужно и поливать чаще. Если температура воздуха, вот как у меня от 15 до 17 градусов в моей зимней теплице, мне хватает полива один раз в неделю. Но один раз в неделю я могу вот такие растения полить. Потихонечку поливаю. Везде у меня есть отверстие, ну, обрезан край, то есть есть дырочка. Поливаю, смотрю, что по порам прошлась влага и даже вытекает. Вот. Не надо так, чтобы он совсем там был кислятина. А тот, кто не делает здесь сливных отверстий, вообще поступать надо еще аккуратнее. Потому что я знаю, что не все делают, чтобы грязи не было. Мы потихоньку поливаем. Тогда здесь надо поливать персонально каждого. Потому что, как бывает, в ящике много растений сейчас, да? И мы там начинаем поливать. Кого-то или пропустили, или в кого-то два раза попали. Но ведь честно, такое бывает. Но крупномеры, все, что мы оставили, их поливать или больше, ну, тогда раз в неделю, или поменьше, ну, тогда два раза в неделю. Вот у меня сейчас посмотреть, вот, посмотрите, тоже здесь какая сухая земля. Вот я не знаю, видно на камеру? Ну, наверное, видно. Вот просто как песок. Но на самом деле тяжелая-тяжелая фуксия. Вы посмотрите, она не выглядит там угнетенной. Ну, я имею в виду, если бы я ее не дополивала, она бы быстро повесила все листики, показывала. Дайте ей мне пить. На вес горшок достаточно тяжелый. Просто достаточно. А вот здесь вот чисто песок. Вот просто, знаете, песчаная-предпесчаная. Вот смотрите. Вы видите, наверное, да? Но я проверила, говорю, нет, девушка, ты еще подождешь. Полив провожу по пятницам, вот завтра. Но подходя и смотря в лицо каждому растению, кому что надо. То есть очень аккуратно. Как поливаем? Какой водой? Ну, во-первых, меня тут поразило одно высказывание. Я говорила о том, что я сейчас поливаю снеговой водой растение. И мне написала одна моя, наверное, подписчица или гость канала, что снеговая вода пустая, ей поливать нельзя. Вот с чем не могу согласиться. Прочитайте, пожалуйста. Я сейчас не буду говорить о том, чем полезна снеговая вода. Естественно, только если снег собран не с проезжих частей и не в центре города. Ну, что говорить. Конечно, городским жителям снеговую воду набрать трудно. И у нас далеко центр города от нас. И особенно тогда, когда выпадает свежий снег. Сейчас кто-нибудь напишет, что он там несет кислотные эти дожди и снег такой-то. Это если об этом рассуждать, у нас все везде отравленное. Даже вода в колодцах. Потому что это же все уходит, да? Так что вот об этом я рассуждать сейчас не буду. Снеговая вода очень ценная. Вода из аквариумов очень ценная. Если у вас есть такая вода, балуйте хотя бы маленькие растишечки. Вот у меня здесь в ведре, например, снеговая вода. Вот она растает, я переливаю в большое ведро. И за неделю я здесь накапливаю, ну, 2-3 ведра, сколько мне надо. Вот сейчас у меня 20 литров воды стоят на теплом полу. Вода чуть теплая. Не надо поливать ледяной водой. От этого тоже корневые гнили. Надеюсь, все понимают, что вода должна быть или комнатной температуры, или чуть теплее, чем комнатная температура. Но никак не ледяной, особенно малышей. Всех малышей любим, холим и жалеем. Поливать можно и с удобрением. Просто многие поливают все время с удобрением. Хотя я говорю, что зимой движение у растений, их сила роста притупляется. Все равно биологические процессы такие, что растения больше уходят в спячку, чем растут. Поэтому не надо все время поливать с удобрениями. А если мы и начинаем удобрять, ну, единственное, вот такое большое, например, растение я буду поддерживать, да, удобряя его по норме, как положено. А вот такое маленькое растение норму уменьшу в два раза. Не нужно им еще такая формула. Ну, например, там столовая ложка или там 20 грамм на 10 литров воды. Им вполне хватит там и чайной ложки раз в две недели. Значит, еще какая вода. Если у вас водопроводная, отстаиваем. Я думаю, что все знают. Кстати, в колодезной воде, ну, тоже могут быть свои плюсы и минусы. То есть какая у вас там вода или очень много солей, минералов, тоже может быть не все хорошо. Поэтому тут, если размышлять вот так серьезно о составе воды, это тоже целый труд. Поэтому я только говорю о том, что вода должна отстояться, любая вода, даже колодезная тоже, отстояться, продышаться, должна быть чуть теплая. Если удобрение, значит, смотрим, большое или маленькое растение. Очень много вопросов по поводу того, сколько раз я поливаю свои черенки, вот которые поставила на укоренение. Вот смотрите, Алисум укореняется уже 7 дней. Я его еще ни разу не полила. То есть после того, как я поставила черенки, я поливаю, я вам всегда это показываю, закрываю крышкой и стоят у меня под крышкой. И вам всегда говорю о том, что оставляю плотно, никогда вот так насмерть, что называется, не закрываю. У меня всегда есть хоть маленькая, но щель для проветривания, но это никак не отражается на влажности субстрата. То есть, в принципе, вот пока я полностью не открыла крышку, то есть происходит уже полное укоренение. Я увидела корешки у всех растений, каждое проверяю. Тогда открываю крышку, и вот уже происходит испарение влаги, и корни начинают работать, вытягивать всю влагу из почвы, ну или из грунта. Вот тогда уже ведем речь о поливе. А тогда, когда я начеренковала, вот будут они здесь стоять две недели, а может быть иногда три недели под крышкой, и я их практически не поливаю. Там образуется влажность воздуха, там 90%, и этого хватает растению, корней практически еще нет, они за счет влажности воздуха через листики поступают, эта влага, и им этого хватает. Поливать лишний раз не надо. Многие вот тоже видят, ну, например, сейчас вот вам покажу. Видите, какой легкий тут торф, тоже классный он был сверху. Вот кажется, что, ну, все, что тут вообще, нету влаги. Но влага там есть, поэтому я не поливаю. Есть различные, есть различные препараты. Вот, например, препарат органическое земледелие, называется водопад смягчитель поливной воды. Это как раз тем, у кого в колодцах вода, ну, такая жесткая, мы говорим, да, там много солей разных, а для многих растений нужна мягкая вода, вы это везде прочитаете. Вот есть такой уникальный препарат, структурирует поливальную воду, до живой воды и дальше талой. То есть талая вода, когда вы, например, лед тает или снег, вот у нее какая-то своя структура. И нельзя писать, что она полностью какая-то там пустая, еще кто-то пишет, неживая. Наоборот, дорогие друзья, тут даже такой препарат продается, да, 300 миллиграмм на 25 литров поливной воды. Ну, то есть, если так посмотреть, то где-то 150 грамм, ну, на 10-15 литров воды. И, в принципе, это так, не сказать, что дешево, вот. Поэтому делаем сами водичку, еще раз говорю, аквариум есть тоже, всегда пользуйтесь аквариумной водой. Ну, а хлорелли, полив хлореллой, да, и по листу, и под корень, я тоже вам снимала и показывала, верно, ну, я снимала, как выращивать хлореллу дешево и сердито. Дорогие друзья, вот думает, о чем сейчас говорила. 15 минут, а говорила о том, как полить растение правильно. Ну, видите, нюансы тоже есть, поэтому все взвешиваем. Поливаем крайне аккуратно, ничего не заливаем. Лучше подсушить, чем залить. У меня такое правило, такая фраза. От подсушивания, может, какой-то листик упадет, но растение восстановится и начнет расти. А от залива происходит загнивание корней, и чаще всего растение погибает. Вот этого и нельзя допустить, особенно зимой. Особенно зимой. А не дай бог подоконник холодный, пиши, пропало. Так вот, чтобы не пропало, дорогие друзья, какие-то для себя правила нужно придумать и их четко исполнять. Прямо правило. Не заливаю, поливаю аккуратно вкусной, хорошей водой. Желаю вам, чтобы ваши растения все отзывались на ваш полив очень-очень хорошо и дружно росли. Вы были на канале Светлана Лоди Сад. Пишите свои вопросы и буду отвечать их, ну вот как сегодня, например, в видео, чтобы всем не писать этих длинных писем. Все. Желаю вам всем крепкого здоровья.